Йоу, друзья! За микрофоном Саня играет, и это значит, что сегодня вас ждет очень полезный видеоролик. Да я бы даже сказал, что это, наверное, познавательный ролик, и он вам обязательно пригодится. По нашим традициям сейчас вы видите самых топовых ребят, которые всегда оставляют свои комментарии. Спасибочки вам, друзья! Вы лучшие! Ну а если ты хочешь попасть в ролик, то прямо сейчас прожми свой лайк, подпишись на канал и пиши свой пушечный комментарий. Напоминаю для тех, кто может подзабыл или новичок на моем канале, я играю на сервере GTA 5 RP Arizona Mildo. И приглашаю тебя играть вместе со мной, только не забудь при регистрации ввести мой промокод ИГРАД, который уже со старта отсыпит тебе кучу денег и плюшек на аккаунт. Всю информацию ты найдешь в описании под этим роликом. Ну а мы начинаем! Погнали! Сегодня в ролике мы разберем такую работу, как водитель цементовоза. Но перед этим я хочу вам посоветовать вот этот ролик и вот этот гайд про работы и как заработать денег на сервере. Советую их обязательно посмотреть. Ссылки на них будут в описании. Итак, для того, чтобы у вас был доступ к бетонной мешалке, первое, вам нужно прокачать свой навык строителя до третьего уровня. А делается это очень просто и займет где-то у вас час-полтора. На первом уровне вам нужно переносить груз с одного места на другое. Фу, блядь! Ну да, такое себе увлечение. За один доставленный груз вы получаете 50 баксов. И таким вот макаром таскаете с одного места в другое туда-сюда. При достижении второго уровня строителя вам будет доступен погрузчик. И ЗП поднимется аж до 150 баксов. Итак, водитель-погрузчик. Что нам требуется знать об этой работе? Также у НПС устраиваемся на работу, но он вам говорит, что транспорт выдает другой чел. Подходите к нему и арендуйте погрузчик. Главный лайфхак. Внимание. Перед работой обязательно снесите эти вот палеты и забор, чтобы они нам просто не мешали и вы спокойно и быстро, самое главное, отвозили свой груз. Работа не пыльная, отвози туда-сюда, о боже, как приятно, да, как говорится. Ну а теперь главный лайфхак. Забудьте все, что я вам говорил до этого. Потому что погрузчик это полная хрень. Зарплата маленькая, времени тратится очень много для прокачки вашего навыка. Тем более аренда и бенз, за который надо платить из своего кармана. Если вы хотите по-быстрому прокачаться до третьего уровня навыка, быстрее всего будет просто бегая, таская кирпичи. Поэтому не обязательно ездить на погрузчике и с помощью него прокачивать навык. Он будет считаться и так. Итак, вы уже прокачали третий уровень навыка, с чем я могу вас поздравить, конечно. Что нам делать дальше? Итак, заходим в достижение и забираем оттуда соответственно награду. Это раз. Во-вторых, чтобы управлять грузовым авто, нам требуется получить права категории С. Имея на руках 27 тысяч долларов, едем и сдаем на права. Там ничего сложного в этом нет. Быстренько все это сдаем. После получения прав возвращаемся опять на стройку к прорабу и устраиваемся на работу. И он снова нам говорит, что он не выдает транспорт и посылает нас другому челу за арендой транспорта. Так, а вот тут я попрошу вашего внимания, так как нас с вами интересовала только эта работа. Кстати, я на ней тоже впервые работаю и не знаю, что нас ожидает, поэтому мне тоже это будет интересно. Можно ли на ней хорошо заработать и как бы окупить хотя бы права. Давайте. Мы едем с вами на карьер. Кстати, путь не близкий, как бы 6 километров это не очень мало. Грузим бетон и возвращаемся обратно. Выгружаем и получаем за один рейс, внимание, одну тысячу долларов. И вы скажете, что? Всего лишь одну тысячу долларов? Да нет, этого не может быть. Весь путь у нас на минуточку составил вместе с погрузкой, разгрузкой составил около 9 минут. Вы сейчас серьезно? Одна тысяча долларов? Как оказалось, наш путь с вами оказался напрасным и разбогатеть тут, к сожалению, не получится. Но хоть за достижения нам дали награды и уже на этом давайте скажем спасибо. Кстати, не помню, какие там награды вы давали, потому что я их уже давно проходил. Но в любом случае, вы как новичок, вы у себя там в достижениях их увидите. Надеюсь, в скором времени разработчики уделят внимание старым работам и как-то отбалансируют заработок ближе к реалиям, да, на сервере. Ибо работа эта сейчас вообще не актуальна, простаивает и никто там не работает. Итак, давайте подведем общий итог. Не рекомендуется. Думаю, пока не стоит туда суваться и тратить свое драгоценное время. А вот на те работы, которые я вам советовал в начале ролика, я бы обратил внимание. Ведь там реально можно поднять бабла. Ну а на этом у нас все, ребят. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами, как обычно, был ваш верный слуга Александр Играт. Увидимся с вами в других видеороликах. Приходите на стримы. Всем счастливо и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok